дорогие хозяюшки дорогие друзья здравствуйте сегодня у меня очень вкусный рецепт я хочу сделать домашнее мороженое конечно она намного полезнее чем магазинное мороженое потому что там меньше добавок загустителей и так далее я сейчас хочу вам показать самый простой способ который можно сделать домашних условиях это сливки больше 30 процентов и сгущенное молоко это основа из которой может получиться замечательное мороженое я взяла 700 граммов сливок и одну баночку молока сгущенного рогачёв потому что мне кажется что она самая качественная еще и туда положу два пакетика ванильного сахара и я сделаю сегодня для вас три вида мороженого одно с черной смородиной я уже приготовила сок черной смородины а второе мороженое с манго я взяла одно крупное манго половинку разрезала на кубики и половинку измельчила в блендере сделала пюре когда я буду делать мороженое с черной смородиной я добавлю туда еще 200 чайные ложечки сахарной пудры потому что очень кислый сок черной смородины и так что нам нужно первую очередь мы должны с вами охладить сливки обязательно морозилку положить хотя бы на час-два чтобы они были очень холодными и потом их взбить и в эти взбитые сливки добавить молоко сгущенное и ванилин конечно я буду делать свое мороженое мороженицы у меня есть электрическая мороженица которая хорошо замораживает и взбивает одновременно мороженое но естественно не у всех есть такое приспособление поэтому я вам расскажу как это сделать обычной морозилке вы взбиваете сливки добавляете туда молоко ванилин любые добавки какие вы хотите раскладывайте все по контейнерам я вот например использую вот такие контейнеры избавить из баскин роббинс когда она еще была у нас здесь я их оставляю и очень удобно туда складывать вот это мороженое тем более если у вас несколько видов и так вы кладете мороженое в морозилку убираете обязательно в закрытом виде чтобы она не набрала никаких запахов и в течение 5-7 часов примерно она у вас замораживается и вам нужно за это время через каждые 30 минут раз пять пока она еще не плотная обязательно его доставать и перемешивать или ложкой или венчиком или блендером для того чтобы кусочки льда которые образуются они все разбивались если вы этого не сделаете у вас получится мороженое со льдом то есть консистенция этого мороженого будет ну не как у настоящего мороженого как будто вот вы купили мороженое в магазине она у вас потекло вы положили морозилку и потом получили такое вот хрустящее мороженое со льдом поэтому чтобы этого не произошло его нужно обязательно перемешивать и так сливки я взбила обычным блендером вначале на маленьких оборотах потом на больших до густоты вот так чтобы они были густоватые но будьте аккуратны если вы перебьете сливки у вас получится масло они отойдут получится сыворотка сливки станут желтыми и можно будет вместо мороженого тогда делать маслица домашние я несколькими партиями добавляю сгущенное молоко и аккуратно перемешиваю на небольших оборотах и так пока все молоко не уйдет сливки продолжаем перемешивать до однородности в конце я добавляю ванилин еще немножко перемешиваю тоже на маленьких оборотах и наше домашнее мороженое заготовка для нашего домашнего мороженого готова это обычная получается сливочное ванильное мороженое и теперь первая партия моего мороженого будет обычное белое я добавляю в чашу мороженец и добавлять можно половину или максимум две трети потому что она увеличивается и может выскочить поэтому я положу так не очень много половинку и поставлю его мороженец а заготовку сейчас накрою обязательно и уберу морозилку чтобы она не осела вот такая у меня мороженец а видите автоматически выставляется 60 минут а из крем мороженое то есть она будет крутиться и замораживаться одновременно но конечно она раньше сделается минут за 25 30 я не переставляю время потому что все равно увижу и выключу теперь я нажимаю на старт и вот смотрите видите лопасти начинают крутиться и она постепенно будет замораживаться и перемешиваться 10 минут и мороженое готово теперь мороженое манговое я положила мороженое белое обычное сливочное и добавила туда пюре из манго теперь я все закрываю и включаю старт а кусочки которые я нарезала я через вот это окошечко буду добавлять уже в процессе когда мороженое наполовину замерзнет прошло 15 минут я через окошечко специальная положила кусочки манго еще на 15 минут включаю мороженец вторая партия мороженое с манго готова третья партия мороженого с черной смородиной я поставила замораживаться здесь у меня мороженое белое сок черной смородины и сахарная пудра потому что если ее не положить будет очень кисло закрываем и ставим на полчаса третья партия тоже готова из черной смородины очень красивая яркая мороженое и наверняка очень вкусная правда я еще не пробовала домашнее мороженое с тремя разными вкусами готова она у меня немножечко уже постояла в морозилке сейчас я возьму специальную ложечку для мороженого она у меня стоит в кипятке и положу его в креманку покажу как красиво можно подать ну вот дорогие друзья домашнее мороженое я положила в креманку оно очень похоже на настоящее мороженое посмотрите аппетитное и вкусное так что вы можете приготовить сами по этому рецепту такое же мороженое в обычной морозилке если сделаете так как я вам подсказала еще у меня есть рецепт мороженого который требует достаточно большой подготовки и обычно я его делаю когда у меня много остается желтков например когда я делаю торт из безе я обязательно вам покажу другой вариант приготовления мороженого и мне очень нравится когда я делаю из орешков карамелизированных и вареной сгущенки это будет уже в другом видео а сегодня я с вами прощаюсь и желаю вам всего самого хорошего до следующих встреч дорогие друзья пока пока